вы верите в будущем в мир между азербайджанами армении я в него не верю а я не знаю по вашему армения дальше пойдет с россией или все-таки с европой я думаю что тяготеев в целом 50 на 50 помните ли вы или может быть ваши родители рассказывали как вот между собой дружили армяне и азербайджанцы моя бабушка хорошо и общается с представителями азербайджанского народа если я вижу азербайджанцы красной нитью через все наше общение большому сожалению проходит недоверие с моей стороны скажите пожалуйста а вот вызывало ли у вас что-то по отношению к азербайджану или каким-то конкретным азербайджанцам чувство зависти или просто чувство того чтобы у вас хотелось бы чтобы тоже это было например мне нравится какой вы грамотный человек честно это мне импонирует и очень молодой при этом то есть вас мудрость 45 50-летнего человека хотя вам наверно лет 25 и 20 супер есть кое-что конференции что мои армянские соотечественники это увидят ну если вы говорите про зависть но давайте не будем называть завистью я действительно не завидую хорошо это не зависть просто желание чтобы это у вас тоже было что же это не то что чтобы у нас тоже было это скорее пример которым можно давайте так пример который можно вдохновиться мне нравится что у азербайджанцев очень развитая школа ханэндэ в азербайджане и создается музыка высокого уровня на мой взгляд в таком жанре мне очень нравится я люблю этот жанр небольшой тоже небольшую историческую справку дам вашим зрителям мухам это слово арабского происхождения макам на арабском назначает место стоянки остановка и похожие на мухам жанры похожая на мухам музыка она так или иначе присутствует во всем нашем регионе на всем ближнем востоке это и шаш макам в узбекистане и просто мувам в азербайджане и иране тоже есть да даст киат вот это все это так или иначе расскажите о этимологии слова ашук я не знаю что такое слово ашук от слова эшк раньше назывались озаны саят но важен ашуком был интересно хорошо что мы с вами оба знаем эти слова очень приятно потому что это интернациональные слова в нашем регионе так вот поскольку мне нравится этот жанр мухамная музыка несмотря на то что в армении присутствует своя аутентичная жанровая система тем не менее глупо будет по каким-то надуманным соображением отказываться от такой красивой музыки потому что ну ее к сожалению ошибочно бывает приписывают какой-то предполитическое значение религиозная даже как говорят ну чем вы считаете мугам не просто интересно он для меня это просто это вот музыка моей души но восторгайтесь имена азербайджанской школы мувама и развитием в азербайджане я восторгаюсь мувам как таковым я не говорил что я восторгаюсь азербайджанская школа мувама но поскольку в азербайджане на сегодняшний день сама энергетика вокруг мувама более позитивная в нашем регионе наверное самая позитивная энергетика вокруг мувама направленная на мувама его развитие в том числе через школы хананде для меня это служит неким источником вдохновения что может быть в будущем и в армении этот жанр получит некоторое развитие армян не скажут со временем что азербайджанский мувам например школа азербайджанского мувама у нас их очень много эти школы своими просто интересно в любом случае найду что ответить на этот вопрос вот что я скажу ну тогда знаете есть школа американского рэпа давайте теперь не исполнять на своем языке произведение не говорить просто что он армянский и все ради бога просто то есть получается если мувам исполнять на армянском он становится автоматически армянским конечно если вы предположить есть армянский такой жанр музыкальный называется гавк гавк да есть например жанр ацурд или шаракан это уже религиозная музыка если чисто гипотетически но вы же исполняете мувам в основном на персидских музыкальных инструментах правильно вы исполняете его на кяманче я не наделяю я не наделяю армян и жанры национальной привязкой вообще почему объясню во первых в то время как например когда например придумывали ну это я так в себе вижу вот такие базовые музыкальные инструменты скажем флейта или барабан я не думаю что тогда существовали азербайджанцы армяне грузины персы но слово я манча это значит смычок каман я знаю что к манча родом из персии и кто 900 лет правил в персии наверное тоже знаете я не знаю хорошо это мы следующий раз обсудим да я хочу все-таки досказать то что говорил итак если в азербайджане появится рок-группа и предположим это рок-группа будет отличаться тем что помимо рок-группа потому что их композиции в стиле рок выполнены там также будут интегрированы некоторые интересные элементы уже азербайджанской культуры я тут в моей системе как трактовка разных понятий назову это азербайджанским роком потому что этот рок он уже он уже явно не американский он глобальный но я но вы наверное знаете что слово ханэнда означает нет я просто знаю кто это не знаю что означает объяснить это исполнитель мухамма а это я знаю какой-то перевод есть конкретный ханэнда да это как правило знаете первые исполнители мухамма были например такие известные личности как хан шушинский вы старый мухаммы слышали нет для вот потом был такой актер сарабский свое время вы знаете наверное что него нельзя было женщинам играть роли в театре играли мужчины женские роли так вот это человека исполнял а партию и меджнуна или ли выступал вот более ста лет назад и исполнял тоже мухамм вот ханэнда это человек который несет эту музыку вот именно исполняет ее знаете и очень многие из разных регионов азербайджана у нас еще раз я знаю что такое ханэнда я думал что вы мне объясните как это слово переводится то есть скажем так подача как тип как вам объяснить самый вкусный сок подается самое вкусное блюдо вот ханская подача на ханэнда по-хански да 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 vip скажите пожалуйста как вы относитесь к николу вовачу пашиняну как лидеру моего государства поддерживать хорошо отношусь поддерживаете да поддерживайте его политику мне не нравится ваш вопрос окей согласны ли вы со всеми теми политическими я свободный человек я не могу быть согласен со всеми действиями лидера моего государства вы его избирать это у меня есть поддержка по отношению к лидеру моего государства не потому что это он лично а потому что это лидер моего государства я уважаю мою государственность и уважаю институты созданные в моем государстве поэтому какое у меня не было личное отношение к конкретному человеку у меня к лидеру государства как к институту существует очень 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 большое уважение скажем я никогда не позволю себе высказываясь про лидеров моей страны мы скажем предыдущих президентов которые были до действующего премьер-министра допустим говорить про них сэр про не там леон и сейчас говорить никого я не позволю себе это не по той причине что эти люди мне чем-то импонируют или наоборот потому что у меня есть уважение к институционализм армении в рамках которого лидер государства это лидер государства не просто так становится главой страны а все-таки значит у него есть определенные легалии и ему должно быть высказано определенные отношения со стороны народа чтобы и соседи видели что это не проходной двор где кто попал является лидером государства а это серьезная структура называется республика армении вот для того чтобы с этим считались я выстроил себя определенные отношения надеюсь что вам донесу да скажите а вы в каком году переехали в армению прошлом прошлом году вот как вы думаете между азербайджанами армении конфликт исчерпан или еще что-то нас ждет впереди я вам уже в самом начале разговора сказал что в абсолюты я не верю точнее вот тут во что я действительно не верю вот как это в абсолюты абсолютно конфликт конечно не исчерпан но тот факт что мы с вами сейчас беседуем говорит о том что по крайней мере я так это трактуру что вот в лице в лице господина камера азербайджанский народ посылает мне сигнал о том что хотели бы жить мирно дальше что вы с этой информацией сделать это уже мне неизвестно скажем будет ли эта информация и этот эта платформа для разговора будет ли попытка использовать это негативном свете скажем да что вот поверили допустим армяне что мы хотим мира а поэтому сделаем вот так это уже на совести азербайджанцы я не могу знать и даже не могу предпримерно предположить дальнейшие действия представители азербайджанского народа но с моей стороны конечно же я себя позиционирую как человека мирного я стараюсь никогда не вредить людям если причинил вред человеку то мне очень неприятно я готов это признать и как-то компенсировать вот но лично за себя могу сказать что я не то что не работаю против азербайджанской государственности я ее вообще не занимаюсь я этим направлением в принципе не занимаюсь мне это не очень интересно сейчас я не вижу сегодня у себя в первую очередь желание в это как-то вписываться но что касается армении то в армении конечно я продвигаю позицию что вместо того чтобы бороться со тьмой лучше зажигать свет вы понимаете что я хочу сказать буквально мой последний вопрос если можно будет мартин по вашему армяне вернуться в карабах да я думаю что вы имя давайте так политически как-то военным будем что вы имеете я имею ввиду в жить жить в карабахе который в составе азербайджана будут ли армянская комьюнити нет я объясняю согласятся ли армяне жить в карабахе составе азербайджана я не могу отвечать за всех могу сказать только за себя ваше мнение я никогда не буду жить в карабахе под юридикции азербайджана и могу объяснить почему возможно вашим зрителям будет интересно это услышать да пожалуйста армянское общество называет азербайджанцев пришли я это всегда оспаривают разговор с моими соотечественниками азербайджанцы называют армян пришли и я естественно что оспаривают смотрите что я что я отношу к автохтомному коренному народу автохтомный коренной народ это тот который присутствие которого в регионе зафиксировано ранее либо не позже ну народы могут жить где угодно давайте не забывайте что сам карабах был основным в 1748 году карабахское ханство тигран великий почему потому что это были монархи я понимаю марте но и жить где-то это еще не причина требовать отделить государство или забрать сына у матери понимаете если вы живете если вы живете в этом регионе компактно занимайте обширное пространство и составляли там большинство населения значит и при этом этот регион назван регионом него есть имя некие признаки какие при автономная область составе азербайджанской республики н.к.о. не республика область в жить где-то это еще не повод понимаете азербайджан многонациональная страна я вас слышу чем рану вы не даете мне досказать но эти перебили меня а я вот донес вы мысли вы меня я думаю что вопросы были снят так вот армяне в арцахе поскольку из я понимаю но вы несколько раз повторили это слово а этого вот самого вот этого арцаха я нигде на карте мы говорим что было корректно в рамках азербайджанского азербайджанской действительности а если уже этот регион сходит состав азербайджана то значит народ проживающий в нем является государство образующий народ азербайджан а я не знаю чтобы армянский язык имел статус государственного в азербайджане поэтому вот без этого условия я не не приемлю свою жизнь в карабахе в составе азербайджана но если армянскому языку будет придан статус не официального государственного языка на ряду с тюркским в азербайджане на ряду без доминируем тогда я согласен надеюсь что я донесу свою позицию одним словом государственный язык армянский в азербайджане я готов жить в азербайджанском карабахе спасибо я вас услышал мой ответ конечно нет но вы не огорчайтесь вы не придем к этому вопросу не ну вы определенно умный человек и мне это нравится просто я вам одну вещь скажу есть такая тема как зомбированность вы тоже мыслите как большинство армян я бы хотел бы чтобы вы пожелали что-то хорошее азербайджанскому и армянскому народам если можно хорошо значит азербайджанскому народу я желаю обрести душевную радость и счастье вы чувствовать что они соучаствуют какому-то благому созидательным делу а армянскому народу я желаю ну счастья и радости пожелать не могу потому что видя армян я могу сказать что армяне и так самый счастливый народ на земле есть некоторые элементы нашей культуры которые позволяют нам оставаться такими в любых условиях поэтому счастье не желаю она и так есть пускай но дальше но пожелаю конечно же побороть все невежество которое есть в нашей стране в армении до такой степени чтобы от этого невежества не осталось ничего и вот уже с таким подходом в котором нет невежества места вообще реализовывать все свои идеи и состоятся в качестве народа который в 21 веке придумал что-то конкурентное скажем таким достижением 20 айфон или автомобиль или скажем какие-то культурные достижения которые например в азербайджане создался свой необычный интересный жанр мувам музыки можно тоже вдохновиться вот я надеюсь что в 21 веке мои любимые армяне очень любимые мной мои собратья и сестры создадут в этом веке нечто нечто что будет вызывать восхищение я надеюсь что будет не оружие а если оружие то только это не военное оружие нечто очень хорошее очень положительно влияющие на мировую цивилизацию я очень на это надеюсь азербайджанцам желаю счастье желаю чтобы азербайджанцы были довольны своей жизни вот это все с моей стороны благодарю вас мартин саков хоть у вас интересна фамилия очень даже на русифицированная саакян была раньше наверно я думаю что саакянц саакянц благодарю вас за прекрасную очень умную беседу гостем передачи ночной размовар был мартин саков ереван до свидания друзья до новых встреч и и и и и и и и